Знаете, что я удумала? Хочу себе брови! Вы, наверное, думаете, что я пойду в салон делать татуаж или еще что-нибудь, но нет! Я пойду просто и куплю себе всякие штуки для бровей, буквально даже в ближайший магнит, наверное, магнит-косметик. Всем привет! Итак, это уже другой день. Я хочу все-таки попробовать сделать себе брови. Я взяла, кстати, все свои продукты от Maybelline. Все продукты, которые я использовать буду в этом видео, я покупала сама за свои деньги. Так, оттенок у меня всех моих средств, которые я буду использовать, Zark Brown. По-моему, даже самый темный оттенок, если я не ошибаюсь. И начинать я буду с расчесывания своих бровей, вернее того, что у меня осталось от них. Кто, может быть, давно меня смотрит, знает, что я не крашу брови. Многие мне писали и так просто говорят в жизни, что у меня очень ужасные брови, что мне стоит с ними что-нибудь сделать. Я специально не делала ни татуаж, не красила их никак, ничего с ними не делала, дабы их отрастить. Они у меня выросли, мне кажется, вот это вот максимум, как возможно. Я созрела для того, чтобы попробовать их подрисовывать, подкрашивать, так сказать. Вернее, нет, подрисовывать, скорее всего. Вообще, как я пришла к этому? Мне просто в один прекрасный момент стукнуло в голову и захотелось просто себе бровей. И поэтому я решила уже взять нормальные специально для этого продукты. Можно сказать, даже разрекламированные всеми на ютюбе. И надеюсь, они как раз-таки мне и помогут сделать из вот этого что-то хотя бы вообще похожее на брови. Так, брала я карандаш для бровей. Здесь еще есть какая-то пудра, подразумевают оттени, но их здесь настолько мало, что я вообще не знаю, что ими там можно нарисовать. И, конечно же, брала тушь для бровей. Это именно тушь, это не просто обычный закрепляющий гель. Это именно тушь, которая будет еще дополнительно прокрашивать и затемнять брови. Я не знаю, конечно, этот оттенок будет подходить мне под мои волосы или нет. Скорее всего, нет. Так, ну и начинаем рисовать. Здесь, конечно, карандаш такой срезанный. Мне кажется, не очень удобно будет им что-либо рисовать. Да и вообще, я в принципе давным-давно это делала, поэтому даже не знаю, что мне делать с ними. Ну, что-то, да, попробую. Сначала прорисую форму, ну, как-то так. И после я уже пытаюсь прокрашивать таким способом, якобы дорисовываю волоски. Это как раз-таки еще тест-драйв этих всех продуктов, потому что я еще не пробовала вообще ничего подобного и в то же время их не пробовала. Как-то так. Так, еще прорисую сейчас верхнюю линию, дабы кончик соединить и, соответственно, здесь уже хорошо прорисовать. Не очень удобный карандаш. И теперь заполняю до конца все пробелы, которые у меня есть. Короче, как-то так. Разница незаметна, да. Мне кажется, ничего не изменилось. Все равно, мне кажется, с обычной моей бровью как-то естественнее выглядит. Вам не кажется? Ну, это уж, ну, как-то... И видно вот это вот все, что я подрисовала. Я не знаю, как вы ходите. Вот честно. Вот кто рисует брови постоянно, подкрашивает их, я не понимаю. Все равно вблизи видно, где карандаш, а где мои волосы. Это, наверное, их нужно тогда сбрить полностью, что ли. Ну, раз уж я начала, значит, нужно довести дело до ума. Попробую вот эту вот штучку. Та-да-да-да! Да, он, конечно, подкрашивает прикольно, делает волосы темнее. Но мне кажется, они стали намного темнее, чем мои настоящие. Мне нужно было, наверное, все-таки светлее оттенок. Хотя, может быть, есть какие-то хитрости, о которых я не знаю. Короче, мне не очень нравится именно такой способ. Да, он может быть немножко корявый, потому что я не умею. Я это делаю первый раз. Последний раз, когда я подкрашивала вообще себе брови. Это было, ну, лет пять назад, это точно. И все равно такие вот модные, модные брови мне не нравятся. Поэтому вторую бровь попытаюсь сделать более-менее на свой взгляд, как мне кажется, как бы я хотела это видеть. Именно прокрашу то, где у меня есть, наверное, волоски. Но так не получится. У меня здесь вот большой промежуток, где растет очень мало волосков. Карандаш суперский. Он очень мягкий. Хотя, поначалу он твердый. Тяжело немножко им работать. Но когда он остается на коже, он каким-то пластичным становится. Кисточка, я его распределила вообще прям вот на ура. Так, вы видите две разные формы бровей. Одна у меня со скошенным углом, который идет вверх. И она у меня начинается не в правильном месте. Срез он смотрит вниз. Я теперь не знаю, что хуже. Во-первых, растительность бровей у меня разная. Соответственно, если я эту закрашу так же, то не факт, что она у меня будет так же выглядеть, как и эта. В любом случае, мне это не идет. Как ни крути. Хотела брови, получила, как обычно, гулькин нос. На эти продукты я потратила 2000. Вы не поверите. Ну, я еще кое-что покупала. Но в любом случае, вот эти два обошлись мне в 1000. Так, я смыла уже все и подрихтовала тональником. Теперь хочу просто попробовать хотя бы вот это вот средство. Тушь для бровей, короче. Скуптинг. Брау маскара. Мне будет интересно, может быть, если это средство будет подкрашивать мои бровки хотя бы чуть-чуть. И делать их более-менее красивыми. Было бы вообще неплохо. Ну, кстати, знаете, мне кажется, различия есть. Она стала более такой четкой, что ли. Хотя, эффект плацебо, наверное. Действительно, она подкрашивает. Ну, по-моему, лучше, чем без нее ходить можно. И это лучше, чем то, что было до этого. Честно, тратить на вот это по 500 рублей как-то мне не очень хочется. И что я вам скажу, это все. Суть вообще этого видео непонятна. Захотела каких-то перемен, изменений, что-то новое попробовать. И, соответственно, мне просто загорелось. Ну, вот так бывает. И я думаю, бывает у всех, правильно? Я попробовала, я убедилась, что рисовать брови это не мое. Я не чувствую себя собой. А вы пишите в комментариях, какой вариант вам понравился больше. И вообще, как вы к этому относитесь? Потому что сейчас такая эпидемия широких бровей. Все естественно. Но, тем не менее, все, кого я вижу в городе, все, блин, с нарисованными бровями. Где естественность? Ну, а я с вами прощаюсь и пока-пока-пока-пока.